Господа, мы живем в интересное время. Все, что связано с COVID-19, я за этим следил еще с января. Скажу, что я сразу к этому отнесся серьезно. Я вообще запасливый, на своем канале я об этом не говорю. Может это у меня еще со времен морпеха, понимание, как надо готовиться к экстренным ситуациям. Я изучал биологию и историю. И все, что происходит сейчас, мне кажется чем-то нереальным. Но самое главное, что меня впечатляет, это те изменения, которые происходят в образе мышления. О чем это я конкретно говорю? Ну, в течение истории происходили многие вещи, которые вносили свои изменения в нас. И сейчас происходит именно такое событие, которое, мне кажется, оставит во многих людях свои шрамы. Потому что непредвиденные события, травмирующие события оказывают на нас эффект. Если вспомнить, то же самое произошло 11 сентября. А еще раньше, Вторая мировая. Великая депрессия. Мой дед пережил Великую депрессию. Он всегда старался сэкономить и собирал всякий хлам. Его даже дразнили барахольщиком. Думаю, что у вас в семьях тоже есть такие, которые ведут себя соответствующим образом. Это часто связано с тем, что случалось с нами в нашей жизни. Поэтому я смотрю на то, что происходит, и я вижу, как это может отразиться на будущем. Хочу поделиться с вами идеями, есть негативные, а также есть и позитивные. Говоря о положительных, то это возможности, которые открываются перед вами. Одна интересная вещь, связанная с травмирующими событиями, они сужают мышление. Пример это 11 сентября. Что произошло с американцами после этого? Мы начали следить за тем, кто приезжает в нашу страну. Особенно за определенными национальностями. Некоторые из них мы воспринимали как угрозу. Ну а с другой стороны, революционные события иногда несут в себе и положительные вещи. Например, такие вещи как телевидение, исследование космоса, интернет. Все это расширяет наше сознание. Мой вопрос к вам. Как вы будете реагировать на сегодняшнее событие? Будете ли вы воспринимать это как нечто травмирующее или негативное в жизни, которое сузит ваше сознание? Или вы будете смотреть на это как нечто революционное? Да, нечто незнакомое и выходящее за зону комфорта. Но как что-то, что расширит ваше сознание и откроет его для потенциальных возможностей? Конечно, это мое субъективное мнение, но я считаю, что этот вирус, он не собирается так просто исчезать в ближайшее время. Я даже думаю, что это станет какой-то нормой до тех пор, пока мы не придумаем вакцину. Люди продолжат вести закрытый образ жизни. Так что мы начнем изменять свое поведение, а поведение уже изменит и нашу образ мышления. И это уже что-то интересное. Такая вещь, которая происходит в жизни и изменяет нашу картину мира. Итак, сейчас в мире происходит очень много негативных вещей и я решил поделить их на три категории. Хаос, страх и потеря. Начну с хаоса, это тонны дезинформации. И многие, включая меня, мы прочесываем интернет в поисках информации, чтобы понять, как мы можем защитить себя, наших любимых, нашей семьи. Мы хотим подтянуть нашу защиту, потому что мы не понимаем, что происходит. Мы ищем сильных лидеров, но их совсем немного и далеко не всех хороши. Хаос порождает много страха. И насчет этого страха интересно то, что многое из него вообще не обосновано. Но он раздут новостями и СМИ. Потому что всегда можно было заболеть и умереть. Ну а сейчас они ставят нас перед фактом, что мы можем заболеть, хотя шансы выздороветь тоже очень высоки. В общем, нам забили голову всем этим. Мы боимся потерять работу, боимся, что кто-то из родных заболеет и может умереть. А кроме хаоса и страха, мы начинаем ощущать чувство потери. А именно потерю сна. Я реально провожу бессонные ночи, думая о том, как сейчас управлять своей компанией. Думая о том, как позаботиться о своей семье, о своих сотрудниках. Это приводит к тому, что мы теряем здоровье, потому что мы не ходим в зал. Мы плохо питаемся. Мы просто постоянно переживаем. Или вы можете потерять свою работу или близкого человека. Друзья, потеря, она очень реальна. Это нас затронет и в очень скором времени. Давайте теперь поговорим об отваге, обратной стороне страха. Многие люди будут бесстрашны, они возьмут контроль над своим рассудком. Будет ли у вас достаточно отваги, чтобы делать то, что правильно и то, что необходимо, особенно, когда никто не смотрит? Это хорошо, у нас у всех есть мысль о том, чтобы стать героями, когда твой командир падает, и ты берешь флаг и идешь вперед. Да, это круто выглядит в учебниках по истории. Я считаю, что реальная отвага – это когда никто не смотрит и ты знаешь, что надо делать. Когда это не популярно, вы понимаете, что это сейчас должно произойти. И вам надо продолжать заниматься своим делом. Вы должны быть лидером. Вам надо найти выход из ситуации. Вам надо встать, в то время как остальные прячут голову в песок. У меня должно хватить смелости, чтобы сказать то, что должно быть сказано, даже если это не в тренде. Давайте теперь поговорим о возможностях. Это обратная сторона потери. Я уверен, что некоторые из вас в течение следующего года будут испытывать потери. Если вы работаете в авиакомпании, или в ресторане, или в отеле. Все очень плохо, и не факт, что что-то изменится в ближайшее время. Но вот в чем суть. Разве это не та возможность, которую вы ждали? Причина, по которой вы можете начать развивать свое собственное дело. Начать следовать своей мечте и делать то, что вы хотели делать. Существуют тысячи возможностей. Просто надо мыслить шире. Сейчас миллионы детей сидят по домам, которые пытаются разобраться в онлайн-обучении. Мы сами обучаем наших детей на дому. И это реально непросто. Есть большая потребность в дополнительных сервисах. Да, возможно, это не принесет вам много денег, но вы сможете решить проблему. И этим самым, я уверен, есть еще много других возможностей, чтобы начать делать бизнес. Я общался с сыном, он в этом году походу пропустит сезон гонок. Возникает вопрос, как же все спортсмены будут поддерживать форму? Как люди, которые прикованы к дому, поддерживают свою активность? Скажем, вы знаете, как работает тело и как сделать программу тренировок, которую можно делать прямо дома. Да, уже есть выбор. Но суть в том, что знаете ли вы, как решить какую-то проблему, которая уже есть сейчас? У меня, ребята, тут целый список уже есть. Это консультанты, удаленные, рабочие. Я решил, что в течение этого года на моем канале я буду публиковать видео и на тему всех этих проблем, которые я вижу. Так что же ожидать от Real Man Real Style в будущем? Я беру курс на то, чтобы стать лидером. Я хочу, чтобы у меня было достаточно смелости набрасываться на те возможности, которые появятся на горизонте. Так же, как и вы, ребята, я завален хаосом. У меня есть много страхов, и я точно понимаю, что понесу траты. Но это, как в поговорке, «Храбрым судьба помогает». Поэтому я собираюсь сделать крутые изменения в своей компании. Потому что я реально хочу быть полезным. Думаю, будет много полезных видео с небольшими изменениями, и я вижу в этом свою возможность. Где ваша возможность, господа? Потому что именно сейчас есть возможность, чтобы найти ее и запрыгнуть в этот вагон. Просто найдите потребность и заполните ее собой. Будьте тем изменением, которые вы хотите увидеть в этом мире. Люблю вас. Вы очень классные. Берегите себя. У меня много друзей в Италии, в Китае, в Южной Корее, в Австралии, в Англии и вообще по всему миру. Поэтому я прошу вас, напишите в комментариях, где вы находитесь. Как у вас дела? Какая обстановка? Держитесь. Обещаю вам, друзья, что буду продолжать публиковать новый контент столько, сколько смогу это делать. На самом деле, хочу делать это чаще, потому что понимаю, что нам всем немного одиноко. И мы все сидим по домам. Признаюсь, что мой офис находится в километре от меня. Я живу в городке с тысячей людей и никого не вижу. Так что у меня все в порядке. Но я понимаю, что многие из вас сейчас ограничены. Так что я буду создавать контент, который, надеюсь, поможет вам. Поэтому, если у вас есть идеи, которые могут быть полезны, обязательно пишите их в комментариях. На этом все, друзья. Я люблю вас, очень вами дорожу. Будьте сильными.